Вау, друзья, вот это вот мы приехали. Лукашенко удалось навести шума в Америке столько, сколько не удалось прошлогодними протестами. Я не шучу, на каждом канале, в каждом СМИ уже несколько дней подряд обсуждают то, что натворил Лукашенко с самолетом. Вторая по величине новость в Америке, это то, что наконец стала известна дата, когда встретятся Владимир Путин и Джо Байден. Впервые личная встреча в качестве президента. Что на ней будут говорить, какие будут последствия, ожидать ли вообще что-то хорошего. В общем, обо всех этих вещах мы поговорим и на затравку будет новость о том, что в Калифорнии, друзья, представьте, вновь начинают раздавать деньги. На этот раз по полтора миллиона долларов на человека. И это не шутка. Всем привет, друзья, вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк, а мы начинаем. Поехали! Знаете, вот читая новости из Беларуси, что произошло 23 мая, как принудили самолет к посадке. Вот когда первый раз эту новость увидел, я такой думаю, ну да, в принципе, что-то из разряда, что можно ожидать от Лукашенко и от современной Беларуси. Но я не подумал, даже представить себе не мог, какой резонанс у этой новости будет в американских СМИ и вообще во всех международных СМИ. Насколько надо быть уже нам с вами, во всем русскоязычным людям, погруженным в повестку того, что происходит в России и в Беларуси, чтобы принуждение пассажирского самолета третьей страны к посадке с помощью ложного сообщения о бомбе или с помощью поднятого в воздух истребителя с ракетами воздух-воздух, чтобы вот эту новость воспринимать так, типа, ну да, в принципе, ожидаемо. Реально, иногда забываешь, что для тех, кто живет в Америке, для американских СМИ, каналов, журналистов, это что-то вообще из ряда вон выходящее, потому что, когда это случилось, реально, как будто бы разорвалась бомба. Абсолютно все американские СМИ про это написали. New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, британский The Economist. Все каналы, начиная там с CNN, заканчивая Fox News, какой бы они точки зрения не придерживались, за кого бы они здесь внутри Америки не топили, каждый канал, буквально весь вечер, когда это 23 мая было, рассказывал только про Беларусь. Это было удивительно. Как освещают эту новость все американские СМИ? Ну, в принципе, так же, как и все негосударственные русскоговорящие СМИ. То, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, который следовал из Греции в Литву, с ним вышли на связь диспетчеры из Минска, которые сообщили о том, что они получили письмо о заложенной на борту самолета бомбе и сказали, что нужно посадить его в Минске, хотя до Вильнюса было намного быстрее. В общем, это случилось. Так вот внезапно оказалось, что сюрприз-сюрприз на борту был разыскиваемый в Беларуси журналист Роман Протасевич, один из авторов канала «Нехта», который активно освещали протесты в августе-сентябре 2020 года, проходимые в Беларуси. Просто совпадение, наверняка, да. Помимо этой изначальной новости, естественно, все прокомментировали официальное заявление от Лукашенко, который сам по личному своему приказу поднял истребитель, чтобы помочь в посадке этого пассажирского рейса. Интересно, как истребитель с ракетами воздух в воздух может помочь в безопасной посадке? Какие у них есть способы? Напишите в комментариях, если вдруг вы знаете. Каждая газета также вышла с разоблачением речи Лукашенко, где он сказал сначала, что все остальные аэропорты якобы отказались принять, и только единственный Минск героически согласился принять самолет якобы с бомбой на борту. Сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. Все остальные страны, аэропорты ближайшие сказали, что нет, мы не отказывались, мы вообще как бы про это ничего не знали. Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Затем вот письмо от Хамас. Самое, наверное, смешное, что здесь произошло, это то, что Хамас, которая большинством стран мира считается террористической организацией, даже она вышла на связь и сказала, что мы такими методами вообще-то не работаем, отвергла причастность к тому, что там вообще была хоть какая-то бомба, и что вообще они имеют к этому какое-то отношение. И вот тоже удивительная такая черта времени, что мы с вами живем в мире, когда мы террористической организации верим охотнее, чем президенту Беларуси. Вот это поворот! Я бы назвал это каким-то уже постметамодерном. Это реально удивительно. Все СМИ также показали видео, которые сняли сотрудники белорусских спецслужб, на которых фигурирует сам Роман Протасевич, который говорит, что с ним все нормально, что он дает признательные показания, его девушке Софии, которая, кстати, гражданка России, тоже все это прокомментировали с припиской, что, скорее всего, их пытают, и типа вот посмотрите, как выглядит человек после пыток, который говорит то, что он не хочет говорить. Мне в целом с этими утверждениями спорить не хочется. Вот, например, как международная реакция описывается в статье The New York Times. Президент Байден призвал отпустить господина Протасевича, сказав, что его арест и видео, на котором он фигурирует после явно оказанного на него давления, являются, цитата, «позорной атакой на политическое инакомыслие и свободу прессы». Греческий министр иностранных дел назвал инцидент государственным пиратством. Пример министр Польши назвал его «актом государственного терроризма». Беларусь фактически оказалась изолирована. Самолеты западных компаний больше не летают в страну и не заходят в ее воздушное пространство. Европейский союз призвал ввести санкции, а президент Байден дал указание своей команде, цитата, разработать подходящие варианты, чтобы привлечь к ответу всех ответственных за эти действия. Также The New York Times выпустил довольно большую статью о романе Протасевича с описанием его биографии и профессиональной деятельности, а также с несколькими абзацами, посвященными Софье Сапеге. В общем, познакомил американских читателей с новым героем из Беларуси. Я оставлю ссылки на все статьи в описании, можете сами почитать. Но, друзья, я знаю, что вам здесь интереснее всего. Некоторые вас скажут, подождите, подождите, это же какое-то полнейшее лицемерие со стороны американских и всех международных СМИ. Ведь сами американцы делают ровно то же самое, во всяком случае, делали в прошлом. В 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса вынудили совершить посадку в Европе, потому что думали, что на его самолете прячется Эдвард Сноуден. Хм, очень интересный миф. Давайте это тоже разберем. Дело в том, что эти случаи вообще абсолютно разные. Во-первых, Эво Моралес это был как бы частный борт, президентский, а не коммерческий, как в этом случае. Во-вторых, его никто не вынуждал садиться в Праге. Он тогда сел в Праге сам. Пилот самолета связался с диспетчерами, попросил разрешение на посадку, и сами они приняли решение сесть именно в Праге. Почему так случилось? Потому что европейские страны закрыли воздушное пространство, не дали разрешения там пролететь. Никто их не вынуждал сажать самолет, они это сделали сами. Но самая большая разница и, собственно, причина, почему американские СМИ так активно отреагировали на эту новость из Беларуси, это то, что никто тогда не поднимал военный истребитель для того, чтобы принудить самолет к посадке. И это огромная разница. Нам с вами, как я сказал вначале, уже привычно слышать подобные новости из наших стран. Но для американцев, для европейцев слышать, что какая-то третья страна, о которой они в принципе знать не знают, что там происходит, но которая находится в Европе и которая может самолет третьей страны, который просто везет граждан Евросоюза из одной страны Евросоюза в другую страну Евросоюза, на хвост может сесть военный истребитель, это, как говорят американцы, big deal. И это реально так, потому что это дико. Американцы не готовы к такому, европейцы не готовы к такому, что будет военный истребитель летать на хвосте у самолета, пускай даже если там реально заложена бомба, но это прям нонсенс. Именно поэтому такая реакция, именно поэтому все это так обсуждают, уже тут ток-шоу проводят, даже в вечерних шоу это обсуждают, потому что это реально дико. И это то, что многие не понимают, и многие государственные СМИ замалчивают, когда говорят, что, мол, смотрите, американцам можно сажать самолет Эва Моралеса, а президенту Лукашенко что, нельзя? Нельзя, потому что ни американцы, ни европейцы не сажали самолет Эва Моралеса и не использовали, блин, настоящий военный истребитель, который несет на себе ракеты воздух-воздух. Я вам гарантирую, что вот если бы не это маленькое обстоятельство, американские СМИ, европейские СМИ даже бы, наверное, не заметили. Не, ну они бы, конечно, выпустили заявление, что они выражают глубокую озабоченность и обеспокоенность ситуации в Беларуси, но вот честно вам скажу, что американцам, что европейцам, в принципе, пофиг, что там происходит. Понятное дело, что уже на Лукашенко давно санкции, уже все понятно. Европа вообще не признала выборы 2020 года, ну в плане, что Лукашенко там стал президентом и по факту вообще не признает его президентом. Да, Романа Протасевича жалко, это ужасная несправедливость. Но в масштабах всех проблем, которые есть у Европы и которые есть у Америки, это мелочь. В Беларуси и так полно политических заключенных. Одним больше, одним меньше. Да, это бесчеловечно звучит, но, блин, вот это так. Но когда европейские граждане рискуют попасть на мушку военного истребителя, это уже совсем другой разговор. И только из-за одного этого факта это все так обсуждают. Вот и все. Даже в американском Твиттере есть мемы, что после закрытия воздушного пространства и когда Европа отказалась летать над Беларусью, они после скриншоты из флайт-радара, где говорят, что, мол, смотрите, теперь американцам намного легче найти Беларусь на карте. Так что вот понимаете масштаб трагедии. В любом случае, моя позиция такая, что это все жесть, но я не думаю, что санкции закрытия воздушного пространства, еще что-то смогут как-то повлиять на режим Лукашенко. Это могут сделать только сами беларусы. Поэтому зрителям, которые смотрят меня из Беларуси, держитесь. Живе Беларусь! Ребят, а вы напишите, как вам вот эта новость? Захват самолета, сообщение о бомбе, заявление Лукашенко, реакция Хамас. Какой версии вы больше придерживаетесь? Как вы считаете, кто прав? Давайте, знаете, как сделаем? Если вы считаете, что права международной общественности, все СМИ, которые заявляют, что никакой бомбы не было, и что это все сделано просто для того, чтобы арестовать неугодного журналиста, ставьте лайк. Если вы считаете, что прав Лукашенко, что он герой, что он молодец, предотвратил теракт, спас людей, то ставьте дизлайк. Посмотрим наглядно, сколько нас. Ну и можете написать ваши друзья и окружение, родственники, какой версии больше они придерживаются и кому верят. Друзья, если вам нравится, чтобы я дальше продолжал рассказывать, как те или иные события из России, из Белоруссии, из других каких-то близких нам стран обсуждают в Америке, как их освещают, то давайте наберем под этим видео 20 тысяч пальцев вверх, чтобы я понимал, что вам это нравится, и мне надо продолжать снимать на эти темы. Ну а мы переходим к следующей новости, и это встреча Джо Байдена и Путина. Для тех, кто был в танке, кто не знает, что вообще случилось, то на данный момент Россия и США находятся на самом худшем этапе своих взаимоотношений со времен Холодной войны, наверное, где-то, ну, с 70-х годов точно. Фактически закрыты посольства. Американцев не пускают в Россию. Граждане США не могут приехать в Россию нормальным путем. При этом граждане России фактически не могут получить американскую визу на территории России, потому что посольства прекратили работать. Мы уже обменялись какими только можно списками санкционными. Америка включает одних людей, Россия в ответ включает Америку в список недружественных стран. Короче, все прям очень-очень плохо. Добавим к этому, что Джо Байден назвал Путина убийцей. Путин сказал на Байдена, кто как обзывается, тот так и называется. Против Байдена вообще огромная пропаганда на российском телевидении, что он с деменцией ничего не соображает, ходить не может, думать не может, говорить не может. В общем, вообще кошмар. Иногда можно посмотреть, мне прям страшно становится, в какой стране я живу. И вот свершилось. 16 июня в Женеве состоится первая встреча Джо Байдена и Владимира Путина. Более того, 20 мая прошла первая личная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкина, на которой они были достаточно позитивны. Они там улыбались, смеялись, сделали классные фотографии, сказали, что настроены как-то выпутывать отношения России с США, чтобы на новый уровень все переходило, выводить их из тупика, как они сказали. Звучит достаточно позитивно. Другая позитивная новость, которая стала известна в день встречи Лаврова и Блинкина, это то, что Джо Байден решил не вводить санкции против Северного потока-2. И это реально удивительная новость, потому что всю президентскую кампанию и вот первые несколько месяцев его президентства, когда у Байдена что-то такое спрашивали, там у его пресс-секретаря, всегда звучало, что Америка выступает против Северного потока-2. И тут внезапно они решили санкции не вводить. Я думаю, что это знак хороший, что это, наверное, один из пунктов переговоров, которые Байден с Путиным будет проводить. Но надо признать, что если вы ждете очень сильного улучшения отношений по итогам этой встречи, то я бы не стал надеяться, не стал бы строить иллюзий. Для Америки сейчас Россия не в приоритете. Главный враг и противник США, согласно всех их там внешним стратегиям, всех речам, всех американских деятелей, это Китай. И они направлены сейчас против Китая, Россия идет там на втором, на третьем месте. Это не приоритет. Россия не рассматривается прям вот так серьезно. С другой стороны, у Америки совершенно точно нет интереса ухудшать отношения с Россией, потому что дополнительные проблемы внешние. Америки тоже сейчас не нужны. Поэтому мое предсказание, как я думаю, все пойдет. Будут достигнуты какие-то новые договоренности в сфере ядерного разоружения, в сфере, возможно, борьбы с потеплением климата и, может быть, там что-то про международный терроризм. Вот всякие такие вещи. Америка сейчас выводит войска из Афганистана, России это нравится, может быть, какое-то будет сотрудничество в этом плане, потому что уже, когда Америка перебрасывала войска в Афганистан, то Россия использовалась как такая транзитная зона для переброски этих войск. Я думаю, что, может быть, она сейчас будет использоваться как транзитная зона для вывода американских войск. Кто знает, может быть, что-то такое будет. Но в целом, что Джо Байден, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, что сам Энтони Блинкин, он это даже Лаврову сказал, что Америка в тех точках, где она может сотрудничать с Россией, продолжать сотрудничать с Россией, укреплять там, но в тех, где они не сходятся, они сходятся они в правах человека, они осуждают арест Алексея Навального, считают, что политзаключенные должны быть отпущены все в России. Касательно коррупции и честных выборов в стране, они будут продолжать публично осуждать Россию, высказывать эту точку зрения, пока Россия это не исправит. Поэтому я не думаю, что стоит ждать каких-то прям очень сильных улучшений отношений. Так пишут и аналитики в New York Times, и в Fox News об этом говорят. Кстати, Fox News это такой оппозиционно настроенный по отношению к демократам канал в США, и они критикуют каждое решение Байдена. Так вот, они встретили новость о том, что договорились встретиться с Путиным, как слабину Байдена, и считают, что Байден вообще не должен был встречаться с Путиным, что, мол, Америка и так прогинается под Россией, и они говорят, что Байден делает Путину уступку за уступкой. Вот можете посмотреть отрывок. Тем не менее, небольшая надежда на то, что какие-то подвижки позитивные могут быть, она у меня есть. По нескольким причинам. Во-первых, Россия отложила запрет на найм российских граждан американским посольством. Он должен был вступить в силу в середине мая, они его отодвинули на два месяца, на середину июля. И я думаю, что это будет одним из таких, знаете, рычагов давления. Путин оставил себе пространство для маневра в переговорах, потому что это такой важный пункт. Если все-таки этот запрет полностью вступит в силу, то американское посольство не сможет обслуживать даже своих собственных граждан на территории России, не говоря уже про граждан России для выдачи виз. И Америке, и России, в принципе, выгоден обмен туристами, обмен студентами. Это всегда хорошо, позитивно влияет. Это идет в плюс обоим странам. Я думаю, что здесь могут быть какие-то подвижки и прям в самом-самом позитивном развитии отношений. Возможно, они договорятся по визам, и Россия начнет выдавать визы американским дипломатам, что сейчас не происходит. И Америка тоже возобновит, нормально выдавая визы российским дипломатам. И, может быть, хотя бы с визами все наладится. Но в остальных вещах, я думаю, Путин будет хотеть, чтобы Америка сняла санкции вместе с Евросоюзом, или хотя бы часть каких-то санкций. Байден будет в обмен требовать что-то. Может быть, я не знаю, ходят слухи, тоже я это прочитал в аналитической статье, что, возможно, одним из предметов переговоров будет Беларусь. И один аналитик даже предполагает, что, возможно, Байден поставит Путину условия, что, мол, прекратишь поддерживать Лукашенко, снимем какие-то санкции. Вот это очень интересно. Напишите в комментариях, как вы думаете, может ли вообще до такого дойти, что этот вопрос, в принципе, будет поднят именно вот в таком ключе. И может ли Путин на такое согласиться? Я считаю, что вряд ли это прям из ряда фантастики, потому что Лукашенко, по сути, последний союзник России из всех вообще соседей. Ну, еще Казахстан, конечно, есть. Дайте знать, что думаете вы. А пока вот посмотрите, как тему встречи Байдена с Путиным обсуждали на вечернем шоу Джимми Феллона. Это такой аналог вечернего Урганда в Америке. В общем, все эти люди пытаются отмахчо each other during the summit. Это как, я не нужна на бафрин браэк, до вы? Нет, в факте, давайте отнимем наш шерты и иметь пэк-флексинг-контест. Это будет их первая в-персон встреча с Байденом, что Путин не думает, что он не имеет свой. Это будет круто, когда Путин tells Путин, что, скажу, что я могу использовать для отгонного голоса. И, ну, сейчас. Это будет пара Байден с первой страны с президентом. Мы надеемся, что это так счастливее, как его первым домашним путем. Следующая новость, друзья. Я знаю, что вы будете уже, наверное, смеяться истерически, потому что из каждого выпуска про новости в США на моем канале эта новость все продолжается и продолжается. Да, наверняка многие уже догадались. В Калифорнии опять раздают деньги. На этот раз будут людям платить за то, чтобы они сделали вакцину от ковида. Несмотря на то, что у нас и так вакцинация идет огромными темпами. Вот уже какой процент жителей Калифорнии полностью привит. Калифорния одна из первых вообще по числу вакцинированных людей в Америке. Тем не менее, Калифорния выделяет, друзья, внимание, 115 миллионов долларов, чтобы разыграть это среди всех жителей Калифорнии, которые вакцинируются до 15 июня. Передаю, кстати, привет моим зрителям из других штатов, которые любят очень писать комментарии, что Калифорния загнивает, Калифорния разваливается, здесь бомжи, здесь все плохо, социализм. Ужас, да, друзья, вы абсолютно правы, у нас очень плохо, кошмар, не приезжайте сюда. Люди, которые смотрят из-за рубежа, тоже остерегайтесь Калифорнии, у нас прям очень-очень плохо, не едьте сюда. В общем, что именно Калифорния собирается разыграть среди вакцинированных вакцин от ковида. Я, кстати, тоже вакцинировался, сделал вторую вакцину, все супер. Мы это сделали всей семьей, прям отлично себя чувствую и рад. Итак, друзья, внимание, 10 человек жителей Калифорнии получат по полтора миллиона долларов. Победитель будет объявлен 15 июня. Не надо нигде регистрироваться, все и так автоматически, по базе вакцинированных просто будет случайная выборка. Дальше, 2000 человек получат по 50 тысяч долларов. Эти победители будут объявлены 4 и 11 июня пополовину. 1000 4 июня, 11 июня. Остальные люди получат там какие-то гифт-карты, бесплатные поездки на такси, еще что-то. В общем, там очень много разных призов. Делайте ставки, как думаете, какие шансы у меня или у моей жены попасть вот в это вот число, которые могут что-то выиграть. Очень интересно услышать, как вам такие розыгрыши. Если бы в вашей стране существовали такие вот мотивации, чтобы сделать вакцину, поставили бы вы ее себе и своей семье. Ну все, друзья, вот на этом основные новости. Не забудьте поставить лайк, чтобы я снимал побольше такого подобного контента. Рассказывал, как американские СМИ, американские каналы освещают новости из России, из русскоговорящих стран. Огромное спасибо, чтобы досмотрели это видео до конца. Обязательно поделитесь им со своими друзьями, особенно с родителями, которые думают, что здесь как-то вообще все не так, очень плохо, гонят на наши страны. Как видите, вполне адекватно все освещают. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на кнопку колокольчика, чтобы не пропускать новые видео, а мы увидимся с вами в следующих роликах. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok